Международный арктический форум все ближе. 29 и 30 марта Архангельск станет большой переговорно-презентационной площадкой, а мы, жители областного центра Северодвинска, Новодвинска и Приморского района, проявим все свое природное северное гостеприимство. Как бы не ругали темпы, качество, объем приготовлений к приему гостей форума, по большому счету это уже сейчас все работает на нас. В том, чтобы Архангельск, как крупный арктический город, приглянулся форумчанам, лично заинтересованы первые лица города и области. Особое внимание со стороны администрации Архангельска и коммунальщиков к уборке снега и наледи. Ночью на очистку городских улиц выезжает до 100 единиц техники. За последний месяц они вывезли почти 70 тысяч кубометров снега. За сутки вывозится порядка 5 тысяч кубометров снега со всего города. Основные объекты это центральные улицы города, вот Ломоносово, как видите, сейчас грузим на разделительном газоне. То есть вывозим снег с обочин газона, с прилегающих территорий, въездов, площадок. Приводят в порядок также площадь возле морского речного вокзала. Здесь во время форума городская служба спасения откроет выставку у спецтехники, работающей в Арктике. Сейчас вы видите, идет вывозка снега, подготовка территории, убираются вдоль причала в снег. И, соответственно, вот здесь делается проход в виде деревянного тротуара от Сафу, для того, чтобы гости могли комфортно пройти. Свой вклад в благое дело подготовки города к значимому событию вносят и коллективы предприятий. Например, сотрудники Архангельской геодобычи своими силами навели порядок на улице Суворова. Мы все очень любим наш город. Я, например, коренная Архангелогородка. И я считаю, что любовь нужно доказывать не лозунгами и какими-то там криками, а именно делами встать и не лениться, не стесняться. В этой трудовой акции приняли участие почти 70 работников предприятия. Итог – 440 тонн убранного снега. Более масштабный уже общегородской субботник собрал накануне порядка 300 человек – сотрудников УФСИН, МЧС, службы судебных приставов, чиновников городской администрации и областного правительства. Общими усилиями от снега и наледи заметно очистили набережную Северной Двины, проспект Чумбар-Волочинского, территорию театра драмы, парки и скверы на набережной. Соответственно, основная задача для организованной, скажем так, части – это уборка наших пешеходных дом, уборка вокруг памятников, памятных мест. К масштабному событию улучшают городской ландшафт. Идет снос заброшенных ветхих домов, которые давно просились на утилизацию. Горсвет, наконец, занялся теми линиями уличного освещения, которые долгое время не работали, поскольку являются бесхозными. Так уже почти полностью переведен в рабочее состояние участок у торгового центра Прага на набережной. Заменены светильники, завершается монтаж линий электроснабжения. Мне, конечно, нравится. Будет красота, светло, чистенько, ну и уютно очень будет. Буду всегда ходить гулять. Также в ближайших планах предприятия – восстановление участков наружного освещения на набережной Северной Двины, на участке от улицы Шубиной до улицы Садовой, на мосту через реку Юрос и на улице Парковой. Зона особого внимания – главная площадка проведения форума САФУ. Специально к арктическому форуму здесь строят два больших павильона. Идут ремонты в основном корпусе, убирается и вывозится снег с территории. Весенняя погода тоже работает на город, но без человеческого участия ни в этом месте, ни в остальных округах Архангельска не обойтись. Поэтому темпы приложения общих усилий к наведению порядка не снижаются. Мы призываем всех выйти на субботники, прибраться у себя во дворе, прибрать какие-то общие пространства в городе. Это будет очень замечательно, здорово, когда мы все вместе, сплоченной командой, выйдем и начнем прибирать свой город. Второй общегородской субботник запланирован на 25 марта. Ближе к этому числу станет известно время и место его проведения. Вадим Федосеев, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Игорь Годзиш, глава администрации Архангельска с нами в это утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Слава. Игорь Викторович, Вы вот только что посмотрели вместе со мной сюжет. Что скажете? Обо всем мы рассказали? Обо всех приготовлениях? Или что-то, может, осталось за кадром? Ну, практически обо всех. Обо всем том, что делает город. Конечно, трудно было показать все точки, в которых работали люди, в которых работали организации. Но в целом показали все. Вот к форуму мы улицы приберем. Это уже всем понятно. И спасибо за эту форуму. За кадром останутся дворы. Их состояние сегодня даже без комментариев. Но, тем не менее, не зря говорят, вот прямо процитирую, что двор сегодня – это не больше, не меньше, а новая единица политического измерения. Не зря же «Единая Россия» запустила партийный проект по благоустройству дворов. И вот мы подготовили материал, Ирина Ившина. Давайте посмотрим, потом продолжим обсуждение. О необходимости превратить российские дворы в комфортные городские пространства федеральная власть заявила на январском съезде партии «Единая Россия». Регионам была озвучена беспрецедентная сумма, которую Москва готова потратить на благоустройство дворовых и парковых территорий – 20 миллиардов рублей. Образцовыми становятся города, в которых комфортно жить. Парки удобные для того, чтобы прогуливаться с колясками, велосипедные дорожки, дворовые территории, понятные и принимаемые жителями. В Архангельске благоустройством преддомовых территорий уже занимались. В 2011 году была запущена программа по ремонту ста городских дворов. Но тогда акцент был сделан на восстановлении дорожного покрытия. А людям нужны также игровые площадки, места для парковок, клумбы. Что у нас только качелька, крутилочки нет, скамеечки, чтобы, например, в песочнице сидела мама и тут же был ребенок. На благоустройство дворов Архангельская область только в этом году получит 254 миллиона рублей. Из них больше 100 миллионов останутся в областном центре. И здесь главное не прозевать. Ведь когда государство дает деньги, то ожидает активное участие со стороны получателя. В нашем случае именно жильцы должны придумать свой идеальный двор. Изначально жители должны просто изъявить свое желание. Неважно как. Это будет коллективное обращение, это будет обращение от управляющей компании, от жителей или от собственников ТСЖ. Все жители, которые обратились, но вдруг не попали в эту программу в этом году, все пожелания будут учитываться в 2018-2019. Проект рассчитан до 2022 года. Подать заявку на благоустройство двора можно как в виде готового проекта со сметой, так и в виде набора пожеланий. Список дворов, которые попадут в программу, определят к лету, чтобы успеть выполнить все работы до первого снега. К слову, приоритеты дадут проектам с софинансированием. Именно такой план предложили соломбальцы, жители многоэтажки по улице Советской. Они оплатят 5% стоимости работ по преображению своего двора. Вот там мы планируем осуществить посадку деревьев, кустарников, развести клумбы вдоль всего нашего двора. Также восстановить асфальтовое покрытие около пешеходной части проездов. Отремонтировать проезды с этой стороны дома и с другой стороны дома, потому что они все разбиты. Не останутся в стороне и управляющие компании. Им поручено принимать пожелания жителей обслуживаемых домов и помочь с составлением проектно-сметной документации. К тому же через управляющую компанию легче наладить диалог между соседними домами и создать общее дворовое пространство. Мы первоначально выслушиваем совет дома, а далее мы будем заказывать проект, и проектировщик уже будет по месту смотреть, что и где разместить на данном участке, который закреплен за домом. Активно занимаются своими дворами и в районах области. Так, в Котласе на участие в партийном проекте поступило уже 14 заявок. Одна из них – от жителей дома на Маяковского, 26. За полувековую историю дома полное благоустройство двора здесь не проводили ни разу. Много тут старушечек, посидеть надо. И вот на пежу на первом этаже, без балкона, без всего, белье посушить надо, или там похлопать, или что-то, ничего уже нету, все уже старое и сломано. Сначала услышала это по центральному телевидению, а потом услышала по архангельскому телевидению. Ну и тогда мы решили, что нам надо тоже подать заявку. Все объекты, которые построят во дворах в рамках программы ЖКХ и городская среда, передадут на ответственное хранение жителям. Дальше ремонтировать детскую площадку, вывозить мусор, ухаживать за кустами и клумбами. Они будут за свой счет через управляющие компании, ТСЖ или советы домов. Ирина Ившина, Дмитрий Ушков, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе. Игорь Викторович, ну что скажете, успеем мы 100 миллионов за лето вложить в благоустройство архангельских дворов? Ну я думаю, что успеем. Тут самое главное, это позиция самих граждан. То, что мы сегодня должны не просто принять где-то в органах власти, одной, второй, а то, что должно быть обсуждено на общих собраниях и получить поддержку. То есть те дизайн-проекты, которые представлены, они должны получить поддержку того двора, неважно сколько управляющей компании или ТСЖ вокруг этого двора собралось. Они должны быть оценены людьми и сказать, люди должны сказать, да, мы поддерживаем, мы готовы в этом участвовать. Это, кстати, общий принцип для всего, в том числе и для того, чтобы разбивать сугробы в своих дворах, для того, чтобы этот сугроб быстрее растаял. Это в части подготовки дворов сейчас. Кроме дворов, благоустройства, вот этот партийный проект, он охватывает и парки. Архангельских парков и скверов это коснется? Получим мы какие-то средства на это? Обязательно. У нас сегодня определен, но пока предварительно партийным проектом тот лимит, который будет выделяться на парки-скверы. Это, безусловно, у нас задача в 2017 году закончить работы по Петровскому скверу. Очень много сделано в прошлом году. В этом году стоит задача закончить. И, наконец-то, мы надеемся, что ко дню города, в городе Архангельске, появится знаменитая беседка Грина, о которой уже несколько десятилетий ведется разговор. Проектные работы закончены. Я думаю, что на следующей неделе уже коллеги приступят к изготовлению самих элементов беседки. Соответственно, городская администрация сейчас занимается теми необходимыми вопросами экспертизы, потому что место историческое, которое необходимо провести. Думаю, что должен проект сложиться. Ну и, безусловно, еще одно знаковое место для горожан, достаточно давно уже город занимается, это называли парк на улице 23-й гвардейской дивизии. И с точки зрения площади, которая там, это скорее тоже сквер, мы занимаемся им. Там необходимо откорректировать проект, потому что там несколько уменьшился земельный участок. Общий объем затрат на порядка 55 миллионов рублей. Ну, я не думаю, что это мы успеем сделать за год, потому что в любом случае насаждение и так далее требует определенной тщательности и требует времени. Но это вот вторая задача, которая необходима, уже запланирована на 2017 год. На этой неделе в Архангельске прошел форум управляющих компаний. И одна из тем, которая там обсуждалась, это, ну, скажем так, организация по новым правилам вывоза твердопытовых отходов. Я знаю, что эта проблема, она актуальна для всей страны, не только для Архангельска или для нашей области. Здесь две стороны. С одной стороны, у нас есть многоквартирные дома, там уже есть договоры, там вроде бы осуществляется вывоз ТБО, но часто подводят спецорганизации, которые этим занимаются. Поэтому дворы могут там зарастать, что и было у нас, в принципе, уже даже в этом году в Архангельске. С другой стороны, есть частный сектор, где люди, в принципе, даже не знают о том, что они должны, оказывается, платить за вывоз мусора, потому что всю жизнь это за них делал муниципалитет. Теперь правила игры поменялись, теперь все в одинаковых условиях, но это же большая реформа, это, по сути, революция в этой сфере. Какие планы, что у нас сейчас происходит, что в Архангельске? Безусловно, Слана, я ожидаю достаточно в каком-то этапе негативного отношения владельцев частных домов. Но, с другой стороны, мы сделали пилотный проект в прошлом году, когда на одной из территорий, где в основном наличествуют частные дома, поставили контейнер и потом отправили организацию с попыткой провести опрос и заключить договора. Вы знаете, из 10 близлежащих домов частных, 8 согласились заключить договора. То есть принцип, который нужно будет реализовывать здесь, обязательность понятна, законом определена. Но вначале создать площадку, поставить туда контейнер, потом люди, увидев место, что оно создано, они уже идут на контакты, они выходят на заключение этих договоров. Революция как раз в том, что раньше у них не было обязанностей такой, сегодня она появляется. Ну и вторая ключевая сегодня задача для города. Нам, безусловно, сегодня нужен контактер в лице регионального оператора. Потому что масса вопросов сегодня, которые... Вот люди их видят. Вот я на прошлой неделе заезжал на улицу Котловская, посмотрел, там очередная наша помойка стоит. Вот опять эта секция для крупногабарита переполнена и так далее. То есть периодически. Сегодня региональный оператор, собственно говоря, будет задавать правила игры. Город будет выполнять свою часть, в части расчетов определенных. Но региональный оператор – это руководящий и направляющий орган. И одновременно сторона по контракту для всех. И для управляющих компаний, и для компаний логистических, которые будут заниматься вывозом, для компаний, которые будут заниматься переработкой. То есть это достаточно такой очень серьезный орган. Я его сравниваю с фондом капитального ремонта определенным образом. То есть это скорее некий финансовый инструмент, но при этом он участвует везде. Он принимает работы, он определяет правила игры, он отслеживает, как реализуется и несет ответственность. Соответственно, вот для города, конечно, сегодня вот такой контактер нужен. Поэтому мы за то, что чем быстрее свершится конкурс, чем быстрее будет выбран этот региональный оператор. А вот напоминаю гражданам о том, что это компания, которая минимум 10 лет будет работать на территории города Архангельска. Она уже как-то не что-то известна? Ну, конкурса пока нет. Но что радует, что сегодня на общественное обсуждение вывешена схема обращения с отходами. И я знаю, что достаточно много уже организаций, которые профессионально занимаются, в том числе общественных организаций, высказали свои замечания к этой схеме. Это очень хорошо. Это говорит о том, что сегодня, ну, по крайней мере, специалисты, они неравнодушны к тому, что происходит, и они свое мнение высказывают. Спорь рождается истина, поэтому это только в плюс для города. Игорь Викторович, зашел разговор о форуме. На Ваш взгляд, что Архангельск получит, когда станет постоянной площадкой для проведения арктического форума? Для меня это прежде всего планка, это прежде всего уровень. То есть мы должны будем соответствовать очень высоким требованиям, которые предъявляются к подобного рода площадкам. Площадкой я называю здесь весь город. Не надо локализовать эту историю до Ломоносовско-Октябрьского округов. Уровень задом, конкуренция в сфере есть. Соответственно, люди будут пытаться притянуться под те уровни, которые есть в центре. Это один момент. Во-вторых, у нас есть масса проектов, таких как, например, Соломбальская свобода. Он еще в самом начале, он в зародыше, развивается. Это туристический проект. Мы должны наших гостей не просто кругом бегом, как говорится, прошли по площадкам форума, что-то обсудили и разъехались. Многие люди готовы остаться, что-то посмотреть дополнительно, чем живет город, что в нем есть красивого. Куда отсюда на соседней территории можно слетать, съездить и так далее, что-то посмотреть. Поэтому открываются определенные перспективы именно для бизнеса города Архангельск с предоставлением вот такого пакета услуг, такого пакета предложений. Ну и, безусловно, когда такого рода форумы проводятся, проявляется интерес у крупных инвесторов к площадкам. Игорь Анатольевич уже говорил о том, что две, по крайней мере, крупных сетевые структуры, которые занимаются гостиничным бизнесом, проявили интерес к этой площадке. А гостиница – это новые рабочие места, это уровень сервиса. И много что за собой тащит, с точки зрения даже косвенной. Где-то они будут стирать это белье. То есть очень много таких вопросов, которые развивают территорию. Поэтому я надеюсь, что не только этот форум будет у нас раз в два года. Я надеюсь, что, как мы говорили с коллегами из правительства Архангельской области, у нас есть нечетные годы, есть четные. Почетным тоже будет определенная площадка, которая будет работать на развитие города. Это добавляет работы всем нам и городской администрации. Но я думаю, что самое главное в этой истории, чтобы нас поддерживали граждане города. Те люди, которые здесь живут. И понимали, что это не то, что так искусственно сюда насаждено. Это дает возможность нам всем стать лучше. Игорь Викторович, спасибо за разговор. Спасибо, что пришли сегодня к нам в эту студию. Обязательно приглашаем вас снова. Когда вы берете время, приходите к нам сюда пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok